Так, всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я, кстати, только что обнаружила, что я с наушниками. Про нашу интуицию. Разберем с вами, что это такое, с чем это едят, и каким образом вообще, зачем нам дана эта интуиция, есть ли она у каждого или не у каждого, и что нам с ней делать. Потому что, по сути, ведь когда у нас с вами что-то есть, значит, это дано не просто так, да? Опция существует. Но мы зачастую, как я вам уже говорила, имеем с вами набор огромных опций, и как будто бы покупаем крутой навороченный телефон, или сами им являемся, но мы не знаем все опции и функции, которые у нас существуют, и пользуемся только примитивным набором. И при этом постоянно жалуемся на то, что вот нам чего-то не хватает, вот было бы круто, и пытаемся найти все ответы на вопросы, которые нас интересуют где-нибудь извне. И, конечно же, человек – это такое замечательное существо, которому все время хочется знать, что будет дальше, что ему предначертано, что ему предназначено, суждено или не суждено. Вот там очень хочется найти какую-то книгу, где были бы написаны ответы на все вопросы. Именно поэтому так сильно популярны у нас гадалки, так сильно популярны у нас какие-то люди, которые могут рассказать правду, карты Таро и так далее, и так далее. И я не говорю о том, что все это плохо, но за исключением гадалок лично я отвратительно отношусь к этому делу. Но я могу вам сказать, что удивительнейшим образом мы не знаем главного, вот базовых вещей. И я, прежде всего, тот человек, который изучает базовые, все возможности человека, его взаимодействия вообще со всей Вселенной, с местом, где мы живем. Потому что если вы хотя бы немножечко путешествовали даже по видеоканалам, то вы знаете, что в мире безумное количество чудес, того, что просто является фантастикой. Это и вулканы, и водопады, киты, какие-то бесконечное количество разновидностей живых организмов и так далее, и так далее, и так далее. И все это имеет место быть. И, конечно же, не задаваться вопросом, откуда это все взялось, как это все существует, и как это вообще все функционирует, ну, я не знаю, я не могла. И самым главным для меня моментом всегда являлось то, вот как человек со всем этим связан, и какие на самом деле возможности мы имеем, как о них узнать. Так вот, как всегда говорится, вот фраза «гениальное, все гениальное просто» — это действительно так. Но мы за счет, наверное, своего какого-то развития, за счет, я не знаю, за счет чего, мы привыкли все очень сильно усложнять. Вообще все. Мы усложняем отношения, мы усложняем, в общем, мы любим усложнять. Давайте будем откровенны. И сегодня я хочу поговорить об интуиции, потому что интуиция, я назвала интуицию «Нашей лучшей подругой». Я веду марафон «Рерайтер жизни», если кто-то не знает и смотрит меня впервые, или, может быть, еще этого не понял, суть которого — создать и ответить себе на вопрос, создав в своей голове, в своем внутреннем мире ту реальность, в которой ты хотел бы находиться. Потому что мы с вами притягиваем и создаем ту реальность, о которой мы думаем. Ну, в общем, это так, вкратце. И одним из аспектов изучения и работы с людьми, потому что после того, когда мы эту реальность придумываем, возникает следующий вопрос, а каким образом мы можем ее получить? Могу ли я что-то делать для того, чтобы получить то, чего я хочу? Или я просто должен ждать и уповать на судьбу? Так вот ответ — да. Ты можешь что-то делать, и точно так же, как ты можешь менять свое тело, ты можешь менять свою реальность с помощью своих мыслей. И для этого есть ряд определенных различных практик. И одной из таких практик являются медитации, суть которых очень проста. Мы замедляем работу волн своего головного мозга, чистоту головного мозга. Мы замедляем для того, чтобы мы соединились с вами, отключилась наша сознательная. Мы находимся все время с вами на бета-уровне, это уровень нашего сознания, когда мы все время смотрим, сконцентрированы. И когда мы с вами замедляем чистоту эту, мы с вами начинаем вибрировать приблизительно плюс-минус на чистоте Земли, хотя уже сейчас нет, но неважно. Мы начинаем замедляться, и наше сознание и подсознание встречаются. То есть мы с вами уходим куда-то вовнутрь себя, но не слишком глубоко для того, чтобы находиться в сознательном состоянии. И вот это медитативное состояние позволяет нашему телу расслабиться, нашему разуму расслабиться, и создать определенный набор образов, которые затем мы можем в свою жизнь притянуть. И как раз интуиция является нашей лучшей подругой по одной простой причине, потому что интуиция – это наше внутреннее такое чувство, которое, давайте так начнем, я люблю говорить на все темы сразу, но давайте так, все-таки закончим мысль, которая связана со всей Вселенной. Парочку простых моментов, которые я хочу вам сказать. Уже доказано квантовой физикой, что все в мире состоит из атомов, молекул, и все это энергия. Мы все являемся мельчайшими частичками, которые размножаются, и все это превращается в ничего. Мы все абсолютно связаны. Связаны энергетическими цепочками, энергетическими нитями. И если мы рассматриваем человека и все остальное в мире как некую энергию, то понятно, что все мы имеем взаимосвязь. И когда человек начинает прислушиваться к себе, когда человек начинает это осознавать, он способен этим управлять и получать извне ту информацию, которая ему необходима. Когда мы отключаем свое рациональное мышление и подключаемся больше на вот такие состояния вибраций и ощущений. Так вот, наша интуиция – это такая, знаете, как наша вилочка в розеточку, которая соединяет нас со всем миром. И по сути, если бы мы ее так включили, то по вот этим всем ниточкам мы можем считывать и получать любую информацию, которая нам необходима. Для этого нам нужно научиться прислушиваться к себе. То, что, в общем-то, всю жизнь нас отучивают делать. Помните, когда вы просыпаетесь с ребенком и хотите поесть, вы не помните, вы знаете это как родители. Мама говорит, что ребенка нужно кормить, когда он хочет, по требованию это называется. Но мама говорит, не, по требованию я сойду с ума, я буду кормить ребенка по графику, по часам. И ребенок в какой-то момент ест, когда он не хочет, или ест, когда он хочет, в общем, все ему смешивается. Затем вырастает ребенок и говорит, например, я сейчас, там, я не хочу есть мясо. Мама ему говорит, нет, мясо надо есть, это полезно. У нас все в роду ели мясо, ты должен есть мясо. Потом ребенок вырастает, говорит, я хочу на танцы. Вы говорите, нет, для мальчика не серьезно заниматься танцами, ты должен заниматься борьбой. Или ты должен пойти на шахматы. И так далее. Ну, потом мы вырастаем про институт, уже все знают историю. И в итоге человек напрочь лишается вообще понимания того, чего он хочет. Потому что он идет по принципу логики все время. Я все время даже говорю о том, что в одежде мы уже так покупаем черненькое, чтобы не испачкалось. То есть мы себя забиваем. Мы свой внутренний голос, свое чутье, свои ощущения. Вы хотите рисовать, вам говорят, нет, рисовать это не серьезная профессия. Ну, вообще не то, что профессия, а не серьезное занятие. Лучше пойди займись чем-нибудь полезным. И вот это наше рациональное левое полушарие, в частности наших родителей, забивает нас полностью и выстраивает нам некий путь, по которому мы должны с вами идти. Стоит ли говорить о том, что наш внутренний голос не то, чтобы на нас обижаются, он просто заглушен. Мы просто перестаем его слышать от слова «вообще». Мы не понимаем никаких своих внутренних ощущений. Мы не слышим, как с нами разговаривает наше тело. Мы вообще смеемся с того, что оно может вообще разговаривать. И в результате мы обретаем что? Мы обретаем недовольство. Недовольство наше внутреннее. В чем оно выражается? Хронические заболевания. Ваше тело не может вам сказать «Эй, Оля, мне не нравится!» Но оно может выкинуть вам прыщик. Оно может сломать вам какой-то орган. Оно может подать вам болевое ощущение. Оно может дать вам состояние депрессии. Оно может выглядеть несоответствующим образом. Оно может высказаться в виде какого-то нарыва. То есть, ваше тело разговаривает с вами постоянно. Но мы и это снова не слышим. Мы болезни лечим лекарством, естественным врачом, антибиотиком, еще чем бы то ни было. И я не говорю о том, что медицина – это фигня. Нет, я не человек крайностей. Но когда мы лечим, мы должны понимать, что пока мы не вылечим это внутри, пока мы не осознаем корни этой проблемы, ее не проработаем, прыщик будет вылазить вновь и вновь в виде какого-то букета вот таких вот ощущений. И в результате, когда человек настолько перестает себя слышать, он начинает слушать других. Вот эти истории о том, что рождаются такие программы, как «ты должен жить ради детей», «ты не можешь сейчас уйти». Когда вы начинаете задавать людям вопросы, которые личного характера касаются только вас и вашей жизни, и вы начинаете просить у кого-то совета, это означает, что вы напрочь убили свою внутреннюю подружку. А ваша внутренняя подружка – это такая подружка, которая знает про вас все. Она знает, что вам надо и что вам не надо. Она знает, как вам избавиться от ненавистных отношений. Она знает, какие отношения вам нужны. Она знает все про вас, но вы ее не слышите. Вы ее посадили в тюрьму, в камеру, заклеили ей рот и продолжаете активно искать информацию у гадалки, у бабки, у детки и так далее. Проведено достаточно большое количество исследований, в которых доказано, что все в нашем мире, все абсолютно, вся живая и неживая материя имеет энергию. Проводились исследования с растениями. Вы можете изучить эту информацию, когда к растению присоединили полиграф и замеряли его реакции. Реагирует ли как-то полиграф на реакции. И были разные прикольные эксперименты проведены, но растение испытывало ужас, когда поставили на плиту кастрюлю с водой и начали туда бросать креветок, варить, всякие живые существа, да, там типа креветок или раков. Каждый раз растение испытывало шок. Все в нашем мире имеет энергию. Любая пылинка, дрожжинка. И мы с вами, умея настраиваться на нужную чистоту, имеем возможность с вами общаться со всеми, включая ваших кошек, собак, и спрашивать у них, что им нужно, нужно ли их сейчас лечить, или нужно ли им что-то другое, что с ними происходит. Но общаться мы можем на интуитивном уровне. И так мы можем делать со всеми. Мы можем находить ответы на все необходимые нам вопросы. Мы можем устанавливать с людьми связи. Мы можем лечить свое тело, погружаясь в него и излечивая свои клеточки изнутри. Мы способны на все. Но главная история заключается в том, что вот это наше внутреннее чутье, которое мы называем интуицией, как я вам уже сказала, настолько закрыто всяким мусором, то есть оно заглушено, что мы не можем его использовать. И это как бы главная вот такая история. Что с этим делать? У меня сегодня не так много времени. Я не могу вам, и я не из тех людей, которые умеют очень глубоко рассказывать какие-то очень серьезные вещи. Моя задача объяснить вам на простом языке, что происходит. Итак, где находится вообще эта интуиция? В каком органе она живет? Ученые доказали пока что, точнее не доказали, ученые пока не нашли. То есть не было установлено точное место. Но, как вы помните, интуиция или шестое чувство называется по-разному. Это нечто, что мы ощущаем иногда, иногда очень остро, иногда не очень остро. Остро, когда, помните, вы вдруг чувствуете какую-то тревогу. Вдруг почему-то у вас вот что-то появляется такое тревожное внутри. И вы это ощущаете, я, например, это ощущаю вот здесь. Как будто бы у меня какой-то комок поднимается, я не могу объяснить, что происходит. Какая-то ситуация, где вы знаете, что сейчас вам скажут что-то негативное. Когда вас вдруг пригласили, и вы понимаете, что сейчас, скорее всего, там, я не знаю, будет какой-то неприятный разговор. История о том, когда вы едете, и вдруг у вас есть такое интуитивное чувство, что что-то случится в дороге, и вдруг у вас что-то случается там с колесом. Вот эта интуиция очень сильно работает в контексте наших близких людей, особенно в контексте детей. Вот в контексте детей работает вообще замечательно. То есть есть некое вот такое внутреннее состояние. Наша интуиция, по факту, во-первых, интуиция есть у каждого из нас. Это мы должны понимать. И она разговаривает, как я вам уже говорила, с нами с помощью ощущений наших. То есть каких-то ощущений, образов. Иногда это какие-то ощущения в теле, такие как тошнота, неприятная. Или наоборот, когда мы начинаем вдруг ощущать, что нам это очень сильно нужно. Прилив энергии, прилив мотивации, прилив понимания того, что мне точно нужно туда попасть. Это точно для меня. Откуда я знаю? Не знаю. Точно знаю, что мне нужно это сделать. Вот эта интуиция нами и двигает. Она двигает нами тогда, когда мы вдруг почему-то оказываемся в каком-то месте, знакомимся с каким-то человеком. И этот человек оказывается нашей судьбой. Ты думаешь, как я туда попала, почему я туда пришла, меня вообще там не должно было быть. Вот это вот складывание каких-то ситуаций, которые как будто бы тебя вели к тому, чтобы ты это сделал. И ты не понимаешь, как это произошло. И вы, каждый, может вспомнить большое количество ситуаций, когда вами двигалось что-то непонятное. Это и была ваша интуиция. И по факту, как я уже говорила, она есть у каждого из нас, она работает с каждым из нас, но мы не умеем, даже когда мы начинаем прислушиваться к своим ощущениям, мы не всегда, точнее не то, что не всегда, главным нашим вопросом становится, как трактовать. Вот ты думаешь, блин, я сейчас подумал, что нужно сделать так, такое решение принять, но может быть я ошибся. И главное, что мы должны осознать, что интуиция – это такая тренируемая нами сторона. И для того, чтобы мы с вами научились к ней прислушиваться и использовать ее во всех жизненных ситуациях, нам необходим ряд тренировок. И самым главным ключом к интуиции является наша вера в то, что она есть. Потому что, если вы всякий раз будете сомневаться, что это был правильный выбор вашей интуиции, если вы всякий раз будете говорить, зачем я тебя послушал – нет. Иногда вы должны понимать, что интуиция приводит нас не к тому, что понятно с точки зрения логики. Например, вы купили куда-то, хотите купить куда-то билет, и интуитивно думаете, куплю сюда, вы покупаете сюда билет, и вдруг рейс отменяют. И вы думаете, вот дурацкая интуиция. Но на самом деле нет. Интуиция – это то, это такая наша внутренняя связь со всем миром энергетическим. В энергетическом мире уже доказано, что нет будущего, настоящего и прошлого. Всё является единым. И вы должны понимать, что порой наша интуиция видит и знает, что будет наперёд, логическую цепочку событий простраивает, и почему-то говорит вам «нет». И вот мы логикой пытаемся понять, почему это произошло. Мы даже воспринимаем очень часто это как плохое событие. Мне не повезло, я потерял деньги, но мы никогда не знаем, что мы приобрели. Поэтому, когда мы начинаем думать о том, что у меня есть моё шестое чувство, к которому я хочу прислушиваться, и которое я хочу научиться понимать, мы прежде всего должны включить в себе безоговорочную веру, что всё, что происходит, всё происходит к лучшему. То есть любые события я буду принимать как часть моего лучшего пути. Неважно, как это смотрится со стороны, главное, что я это трактую для себя как лучшее. Это очень важный фактор. Теперь приступаем, как не путать логику и интуицию. Очень важным фактором является тренировка своей интуиции. Значит, как это происходит? Одним из лучших моментов вообще для нашего тела является расслабление. Все наши 90% болезней и каких-то ситуаций происходит из-за стресса. Наше тело, мы же об этом не думаем, но оно постоянно реагирует, и реагирует на химическом уровне. Каждый раз, когда мы с вами переживаем какой-то стресс в виде «О, Боже мой, я опаздываю на маршрутку!» «Боже мой, я юбку униту надела!» «Ключи не знаю, куда дело!» «Боже, там что-то сказал мне этот человек в маршрутке!» Каждый раз в нашем теле запускаются химические процессы. У нас начинается стрессовая история. Особенно вспомните, когда вы идёте на какое-то собеседование или на какую-то важную встречу, когда по вам идут красные пятна. Помните? Я это очень много наблюдала. Во-первых, я раньше этим активно страдала сама. Во-вторых, я проводила очень много собеседований. И практически у каждой девушки, которая сидела напротив меня, я видела эти красные пятна. Только представьте, какой стресс испытывает организм, если он покрывается уже пятнами. Мы все с вами знаем, что наружу всё выводится тогда, когда внутри совсем всё. Когда всё совсем. А теперь представьте себе, что мы загоняем в свой организм стресс каждый день многоразово. Просто многоразово. То есть у нас перестраиваются химические элементы, у нас нарушаются все обмены в этот момент из-за того, что мы там, я не знаю, на маршрутку опоздали. Или из-за того, что мы там туфли не того цвета обули. Или мы забыли взять с собой там, я не знаю, ключ какой-то. То есть мы всё время загоняем себя в этот стресс. Но не зная, и, ну, как бы обычные люди, не зная, что по факту мы можем над этим работать, первое, второе, мы можем это компенсировать. И компенсировать мы можем это с помощью нашего расслабления. Нашему телу необходимо расслабление. Как расслабить своё тело? Да очень просто. Первое, что мы должны с вами помнить, как я уже говорила, мы находимся на бета-уровне и в таком очень активной движухе. И находимся на бета-уровне ровно до тех пор, пока у нас с вами открыты глаза. Концентрированное зрение и концентрация вообще вот такого очень сильно нас напрягает. То есть у нас, если бы мы с вами были компьютером, мы бы с вами активно жужжали. Помните, как компьютеры шумят? Как только вы закрываете глаза, вы моментально уходите с бета-уровня. Теперь наша задача вырубить наш мозг. Значит, очень простые вещи сегодня вам прямо рассказываю. Вы садитесь, принимаете удобное положение тела, просто закрываете глаза и глубоко вдыхаете и выдыхаете несколько раз. Ну, примерно так. В этот момент вы чувствуете, вы можете это сделать прямо сейчас, пока я говорю. В этот момент вы чувствуете, как ваше тело реально расслабляется. Если вы не можете выключить свой мозг, потому что вы только что побывали в какой-то ситуации конкретного стресса, ссоры, перепалки, что-то произошло негативное, просто посчитайте от 3 до 1. Я считаю так 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, только медленно, выдыхая. Ваша задача полностью расслабить свое тело. И даже если вы просто подышите глубоко, кстати, не зря у часов есть дыхание, такая опция, она запускается, подышите минуту, даже если вы глубоко подышите, вы переключитесь на альфа уровень и все ваши клеточки в организме расслабятся. Такая вот простая вам штука, то есть вы просто глубоко дышите. Если вы находитесь в офисе, в каком-то месте, там, знаете, вышли во дворик, вы всегда можете надеть очки, и вы можете взять наушники, включить в себе какую-то приятную музыку и просто несколько минут сосредоточиться на этом. Ваш организм моментально, очень быстро отреагирует и сбросит в себя стресс. Причем здесь интуиция. А при том, что ваш внутренний голос запускается только тогда, когда вы находитесь в состоянии расслабления. Когда вы находитесь в состоянии сжатом, никакая интуиция не работает. Работает конкретно ваше левое полушарие, которое хочет всех грохнуть. Оно очень конкретно понимает, что происходит, что мудаки, кого сейчас убить. И оно настроено очень решительно, наконец-то разобраться с этим. Помните, когда эмоции улеглись, вы думаете, ну чего я так на это реагировала, ну зачем я вот это все натворила, ну ничего страшного. Если вы такой человек, как я, вы идете просить прощения, если вы реально чего-то там погорячились. Если вы понимаете, что вы не погорячились, или вы такой человек, как я, то вы радуетесь тому, что вы взяли это все сказали и высказали наконец-то. Как хорошо, что вы не смолчали. Итак, вы находитесь в этом состоянии расслабления. Вы закрываете, давайте, разговор с интуицией. Как нам поговорить с интуицией? Самые простые вещи. Я не буду сейчас вам рассказывать о серьезном программировании, о глубоком, о тех медитациях, которые мы с вами делаем. Вот, это другая немножко история. Я хочу рассказать вам о том, что вы можете применять ежедневно прямо сейчас. Значит, вы закрываете глаза, делаете несколько глубоких вдохов и выдохов и задаете себе вопрос, ответ на который вам необходимо найти. Он может быть любого порядка. Например, стоит ли мне уходить от моего партнера или не стоит? Например, принимать мне это предложение или не принимать? Продавать мне или не продавать? Работать с этим клиентом или не работать? Ваша задача задать этот вопрос тогда, когда вы почувствуете, что ваше тело полностью расслаблено, а дальше среагировать на первый, на первую мысль, которая к вам придет. То есть, вот ваша задача, знаете, все настолько отпустить, чтобы, когда вы задали вопрос, вы просто словили первую мысль. Не логикой, а словили ее. И когда вы ее словили, вы должны поверить в том, что тот ответ, который к вам пришел, он правильный. Может быть такое, что никакого ответа вы не почувствуете. Вот не почувствуете его. В этом случае скажите себе, ответ ко мне придет. Ответ может прийти к вам в очень интересных образах. Он может прийти в образах человека, который будет разговаривать рядом с вами. В виде надписи на бигборде, в виде текста песен, когда вы включите радио. Вы среагируете. Вот вы увидите, что вы среагируете и поймете, что это именно тот ответ. Следующий момент и очень важный шаг, это не сомневаться в том, что это решение правильное. Принять это решение. Сказать, да, спасибо, я благодарю. И когда пройдет какое-то время, и вы поймете, было это для вас решение правильным или нет, непременно поблагодарить и переложить это в копилочку правильно. Если вы увидите, что это решение было неправильным, и вы поймете, что никакая это не интуиция, а это ваше внутреннее био, вы поговорите, окей, я буду продолжать эти тренировки. То есть это такие тренировочки уже серьезного характера, потому что они касаются лично вас, но к этому нужно прийти. Вы увидите, что ощущения в вашем теле будут вам подсказывать. Ну вот, например, такая ситуация у меня бывала часто. Я звоню, я очень люблю, чтобы все люди мои, любимые и близкие были на связи. Причем люблю это страшно. Ну то есть я ненавижу, когда люди не берут трубку, если я им звоню. Поскольку звоню я только своим детям, мужу, ну и вообще ограниченному кругу людей, то эти люди, как бы я подразумеваю, должны быть со мной на связи. И вот я звоню человеку, например, раньше, своему маме, она не берет трубку. Я начинаю звонить ей второй раз, третий, пятый и десятый, она не берет трубку. И меня начинают просто всю раздирать внутри от бешенства. А вдруг с ней что-то случилось, а я переживаю. Ну знакомые, да, такие ощущения. Позже, когда я начала работать над собой, я почувствовала такую прикольную штуку, что если я звоню человеку, он не берет трубку, но внутри меня все спокойно, он просто положил где-то телефон. То есть я не волнуюсь и не буду ему наяривать. Но если у меня внутри вдруг что-то сжимает, значит, я понимаю, что что-то произошло. С мужем у меня, например, так бывает по ссорам. Я могу ему позвонить, он не взял трубку, там он не слышал, у него виброрежим, короче, неважно. Но бывает, я звоню, он не берет трубку, и меня внутри сжимает, и я понимаю, что что-то произошло. И хуже всего, когда я не понимаю, с чем-то обиделся на меня, это ненавижу. Но я на физическом уровне, у меня начинается дрожь в теле, я понимаю, что что-то произошло. И вот такие тренировки, когда мы работаем над интуицией, вы начинаете слышать ваше тело, вы понимаете в одной и той же ситуации, когда на это не стоит обращать внимание, а когда что-то происходит, и вас начинает вот почему-то от этого штырить. Такие вопросы касаются всего, стоит или не стоит делать операцию, стоит или не стоит делать это или то. Не буду рассказывать вам личные примеры, которые касаются моих детей, но вот у меня когда-то была такая ситуация, очень острая для меня, и я очень сильно сомневалась, и несколько раз, знаете, туда-сюда, обратно, и потом я приняла для себя решение, что моя интуиция говорит мне, не надо, не делай, никогда с ними ничего не случится. Я это приняла для себя как постулат. Это очень тоже важный фактор, потому что не забывайте, что помимо того, что есть интуиция, есть еще и ваша внутренняя вибрация, есть то, во что вы сами верите. И когда вы в это верите, вы излучаете энергию, которая притягивает именно это, она является вашим таким оберегом, это тоже очень-очень важный момент. Поэтому интуицию мы качаем таким образом. Как еще мы можем работать с интуицией? То есть самое главное, что вы должны понимать, интуиция дает вам ответы на все абсолютно вопросы. И что вам нужно делать, вам необходимо это тренировать. Вам необходимо к ней прислушиваться, слушать ее ощущения и тренировать. Каким образом мы еще это делаем, например, в клубе? У нас в клубе есть целая программа по развитию интуиции, 10 занятий в течение 5 недель. Мы над этим работаем, мы программируем точки отталкивания в своей голове, то есть у нас есть очень много всяких прикольных, интересных техник. Но что из простого может быть? Как вы можете работать со своей интуицией? Например, вы едете сегодня и представляете себе заранее, что будет происходить, кто сегодня придет, во что он будет одет, что он сегодня скажет, какая ситуация проиграется. То есть вы представляете себе какую-то реальность. Только я вас умоляю, не представляйте плохое. Но иногда бывает, что вы понимаете, что сегодня кто-то что-то уткнет. И вы приходите и смотрите на то, как это происходит. Бывает, когда разговариваешь с подружкой по телефону и говоришь, что у тебя сегодня белая футболка. Такая, да, белая футболка. Может, ты, конечно, сторис ее в инстаграме посмотрела, но на самом деле вот эта практика, она работает. Или ты понимаешь, что сегодня вот это отменят. Или, например, бывают такие у меня ситуации, когда особенно у меня и у детей накладываются графики заранее. Вот говорят, там, 25-го числа мы поедем в Одессу, а Еве говорят, мы поедем, там, не знаю, в Турцию, а я говорю себе, я должна быть в конотопе. И я интуитивно чувствую, что мне сейчас не надо решать эту проблему, типа, господи, как это соединить, это же невозможно. Я знаю, что что-то произойдет наилучшим образом. И потом так складывается, что, блин, оказалось, у этой не Турция, а тоже Одесса, а у меня оказалось, что не 25-го надо быть, а 23-го. То есть все складывается наилучшим образом, и я это интуитивно чувствую. Вот чувствую это внутренне, что не нужно кипишевать. Поэтому прислушивайтесь всегда к себе. Ваше тело знает все ответы, потому что вы соединены энергетической паутиной со всем миром, со всей Вселенной, со всем живым. И вот когда вы начинаете это понимать и доверять этому чувству, у вас ваша чувствительность очень сильно начинает развиваться. Вы можете играть с семьей в игру, угадывая карты. Просто, когда, помните, кладется колода, вы можете положить руку на колоду. То есть это не просто игра угадывания. Вы положили руку на колоду, и там начинаете угадывать хотя бы черное или красное, черное или красное, черное или красное. Ваша задача поверить и начать чувствовать, начать ощущать. Вы можете, когда, например, у вас предстоит какая-то важная встреча, или какой-то там экзамен, или еще что-то, вы можете точно так же закрыть глаза и представить эту ситуацию. и спросить себя, что мне нужно сделать, к чему мне нужно подготовиться, посмотреть. То есть успокоиться, вам необходимо достичь полного внутреннего спокойствия и дать возможность своей интуиции включиться. Вы как будто бы, помните, я обожаю этот фильм «Гостя из будущего», у нее был милофон, который считывал мысли. Так вот, ваша интуиция – это возможность подключиться к чужим мыслям. Вы можете с людьми проговаривать и решать какие-то ситуации. Когда с помощью своего вот этого внутреннего общения такого, потому что интуиция – это такие маленькие ниточки, которые связывают вас невидимо абсолютно со всеми. Вы можете вырабатывать у людей по отношению к себе позитивный настрой, какое-то позитивное восприятие вас. Вы можете говорить с ними по душам о каких-то ситуациях, которые вы не в состоянии разрулить. Но прикол знаете в чем? Это в том, что вы можете говорить не только с людьми. Вы можете говорить со стенами, которые будут вам помогать. Вы можете говорить со своими животными. То есть попробуйте. Во время, опять-таки, нашего клуба, клубной программы, мы программируем свой мозг, мы проникаем в живые и неживые предметы, устанавливаем с ними точки отталкивания. Не забывайте о такой классной штуке, как ваш организм, когда вы можете заниматься самоизлечением, когда вы можете представлять, даже если вы употребляете лекарства, вы можете закрыть глаза, представить себе, как это лекарство проходит у вас там по пищеводу, попадает в орган, как органу становится легче. Вы можете накачать его энергией, светом, помочь ему исцелиться. Да, возможно, вы не исцелите его полностью там изначально, но вы правда можете ему очень сильно помочь. Помните, я говорила о том, что наши мысли, опять-таки, это уже научно доказанные все факты, что когда мы думаем, например, о том, что я мягкий и гибкий, если мы будем замерять реакции нашего тела, то мы увидим, что наше тело больше в этот момент поддается той же растяжке, нежели когда вы говорите, я не гибкий, я не мягкий, я деревянный, и ваше тело, все ваши клеточки начинают сжиматься. Вот вы должны понимать, что интуитивная вот эта часть, это наша живая связь со всем миром, и она воздействует абсолютно-абсолютно на все. Очень полезным моментом являются медитации, как я вам уже сказала, и я вам рекомендую эти медитации хотя бы раз в день выполнять. У меня, например, есть медитация замечательная, которая есть в доступах, и они даются в доступах на несколько дней, и потом, если ей нравится, они там за какие-то небольшие символические деньги для не участников марафона и клуба их можно купить. Для меня медитация – это таких два момента. Первое. Мне, например, очень важно, чтобы я знала человека, с которым я медитирую, поэтому я никогда не слушаю медитации в интернете, потому что я боюсь. Все равно, когда мозг расслабляется, могут неправильные слова, неправильные подобранные какие-то конструкции могут воздействовать на мое мышление деструктивным способом, я это знаю, есть у меня такие знакомые примеры, поэтому я, например, не могу слушать чужих людей, и слушаю только тех, конкретно у меня есть только один ментор, с которым я по этому поводу работаю. И своим рерайтовцам я поэтому записываю свои медитации, потому что я знаю, что люди привыкают к голосу, к доверию, к интонациям. Все медитации обязательно проходят проверку на то, как реагирует головной мозг на те слова, которые говорятся. Это такой очень важный фактор. Но медитация дает возможность вам полностью расслабиться. И расслабление – это лучший способ для излечения вашего тела, для наполнения его энергией и для того, чтобы вы могли сбрасывать с себя тот самый стресс, который в результате и провоцирует все наши сбои в организме, ну и вообще наши все негативные низкие вибрации. Потому что когда человек уставший, когда человек раздраженный, он очень реагирует сильно на весь негатив. И, как вы помните, в какую сторону мы светим с вами, этого мы больше и притягиваем. Поэтому наша задача в этом плане – максимально расслабляться и концентрироваться. Вообще я вам рекомендую поизучать тему интуиции вообще для себя хотя бы. И самое главное, что сегодня я бы хотела с этого эфира, чтобы вы вынесли, это осознание того, что ответы на все вопросы, важные для вас, хранятся внутри вас. И искать их нужно именно здесь. Именно поэтому я пропагандирую, наверное, так даже это скажу, несу в мир важность того, что изучать нужно себя. Важно понимать себя, чувствовать себя, открывать себя, познавать себя. Это самое важное в жизни, что мы можем делать. И через это, безусловно, влиять и изменять мир, приносить что-то в него свое, ценное. Важно эту информацию, с которой мы пришли. Потому что вот вчера я, например, проводила медитацию по предназначению, она была закрытая для участников клуба «Рерайтер жизни». И многие люди писали о том, что в своем предназначении, она там очень классная медитация, и у многих всплывает такая вещь, как служение. Что людям приходит то, что он свет, он пришел для того, чтобы служить. Так вот, я вам открою секрет, что каждый из нас пришел для того, чтобы служить другим людям. Потому что это мы сейчас не про служение какое-то, а через свой талант, через то, что ты умеешь делать очень круто, умеешь ли ты строить дома, лечить людей, делать дороги. Неважно, это служение. И очень круто, когда вы понимаете, что вот у вас внутри есть вот это желание. И важно найти, к чему оно применимо, в чем это служение вы будете делать. Потому что когда мы это находим, мы с вами меняемся, и внутренне, и внешне. Вот эти все удивительные метаморфозы, которые мы наблюдаем сейчас, я, по крайней мере, наблюдаю, со знакомыми людьми, которые вдруг начинают с возрастом хорошеть, которые меняются, которые какие-то становятся другие. Но при этом мы же остаемся в материальном мире. Раньше говорили как? Если человек духовно развивается, он отказывается от материального. Сейчас уже четко понятно, что духовное и материальное — это наши два крыла. Два крыла. Есть духовное крыло, а есть материальное крыло. И прекрасно, когда мы с вами развиваемся внутри и при этом имеем возможность получать деньги, использовать эти деньги для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы делать что-то красивое, для того, чтобы жить, жить и получать удовольствие на высоких вибрациях. Это крайне важный момент. Поэтому изучение самого себя, познание самого себя — это мега круто. Это суперинтересно. И интуиция — это как раз наш помощник в том, чтобы понимать, что сегодня мне необходимо, чтобы давать и получать ответы на те вопросы, которые вас волнуют. Не превращать их в какую-то нерешаемую проблему. Помните, что нерешаемых проблем никаких не существует. Это всё наше общество, наши какие-то такие парадигмы, нормы, которые кто-то для нас придумал для того, чтобы нами было легче управлять. Попробуйте научиться расслабляться, попробуйте научиться слушать себя. Это очень просто. Момент расслабления. Вы, кстати, многие столкнетесь с тем, что вы изначально не сможете расслабиться. То есть вы будете закрывать глаза, а в вашей голове будет огромное количество мыслей, страхов. Вы будете чувствовать какую-то в теле усталость. Я не хочу вас программировать на это, но это может происходить. И многие люди задают мне вопрос, что со мной не так. Вы не приучены к этому. Вы настолько привыкли уже жить по чужим каким-то нормам, что когда вы возвращаетесь к себе, вам некомфортно. Помните, есть такие люди, которые умеют путешествовать сами или им нравится находиться самим с собой. А есть такие люди, которым постоянно нужна компания. Они не могут, они не знают, что с собой делать. Им нудно и скучно становится. Это вот про это история, что когда вы не можете остаться с самим собой, когда вы не можете услышать себя, послушать себя, провести внутренний диалог, это значит, что вы просто настолько спрятаны от самого себя. И это всё, с этим работается достаточно просто. Практика. Вы начинаете это делать, вы себя успокаиваете, вы слушаете, вы прислушиваетесь к своим ощущениям. Задавайте себе вопрос, почему я сейчас это чувствую, что меня беспокоит. Я боюсь? А чего я боюсь? А что мне страшно? Задавайте вопросы. Вот часто люди говорят, психологи. Я уважаю крайне психологов, и во многих случаях, наверное, они людям помогают. Я никогда не работала с психологами, ну за исключением одной сессии, когда-то давно, в 23 года. И я вам могу сказать, что у меня были такие периоды в жизни, когда я думала, ну всё, мне нужна какая-то психотерапия, либо я сойду с ума. Но со временем я стала сама для себя психологом. Потому что, как по мне, психолог — это человек, который прежде всего должен выслушать твой бред и задать себе правильные вопросы. Так задавайте эти вопросы сами себе, прислушивайтесь к своим ощущениям. Ваше тело вам постоянно отвечает. Если вы дёргаетесь, если вам неприятно, если вы не хотите на эту тему говорить или думать, спросите себя, почему, в чём проблема, что, почему я так реагирую. Не врите себе. Вот всё время повторяю одно и то же. Честность по отношению к самому себе — это самое важное. Мы можем соврать всем. И не надо всем говорить правду, я вас умоляю. Это правда очень много часто создаёт проблем. Правда нужна вам. Вы должны понимать, почему так, что вы чувствуете, почему вот вы так хотите. И разрешите себе всё. Я в какой-то момент разрешила себе всё, потому что я поняла, что мой любой запрет превращается для меня в палача. Чем больше я себе начинаю чего-то запрещать, тем больше жертва я себя ощущаю. Я подумала, но почему я должна себе запрещать. Я должна просто понять, почему я себя так веду. Я должна чётко понимать это для себя. Не для того, чтобы ругать, не для того, чтобы запрещать, не для того, чтобы говорить это хорошо или плохо, просто чтобы знать. Вот у меня с детьми есть такое классное правило, я рекомендую его очень сильно всем родителям. Называется «Правда». Мы договорились с девочками, что я наказываю их, ну наказываю, лишаю телефона или что-то такое, только если они мне врут. Если они говорят мне правду, какой бы она ни была, я их никогда не накажу. И вы знаете, вначале у нас не очень хорошо получалась эта игра, потому что они всё равно стремились врать. И я это ловила, естественно. И когда мне Алиса особенно задаёт вопрос, «Мама, откуда ты знаешь?» Я всегда отвечала и отвечаю. «Но я же мама, я всё знаю». И сейчас она всегда смеётся, когда кто-то меня спрашивает, «Откуда ты знаешь?» Она говорит, «Но она мама, она всё знает». Но эта игра сейчас у нас очень классная, потому что вот бывает, она приходит, я спрашиваю там, ну не знаю, например, я два дня говорила «Помой голову». И я ей говорю, «Ты помыла голову вечером?» Она говорит, «Нет». И она видит, как я поворачиваюсь, такая, типа, «В смысле? Ну я же говорила тебе два дня». Но она знает, что я не буду её ругать, она мне говорит, «Мама, ну аж тебе правду сказала?» И вот это очень круто, когда вы понимаете, например, что вот у вас с вашими детьми есть правда. Для меня, например, с детьми это особенно важно, потому что я с 12 лет, когда моя мама нашла мой личный дневник и прочитала его, у меня там была любовь, как вы понимаете, ещё я лезвие вырезала на руке инициалы, потому что все так делали. И моя мама буквально чуть ли не повесилась в этот момент от ужаса. И я помню это ощущение мерзости. У меня было такое, знаете, вот ощущение, что она прям влезла в меня. Но это было для меня недопустимо вообще. Я перестала ей после этого вообще всё рассказывать, но я себе пообещала, что я никогда не забуду, что такое 12, 13 и 14. И я вела в этом возрасте дневники активные. И вообще все мои мальчики, и вообще всё у меня описано в дневниках. Я специально их сохранила, их никогда не перечитываю, но я их сохранила для своих дочерей. Потому что я знаю, что когда наступит 12 или 13, и она хлопнет у меня дверью перед носом и скажет, «Ты ничего не понимаешь, у меня любовь, и я не могу без него жить», я ей заброшу коробку со своими дневниками и скажу, «На, читай любовные романы», чтобы она прекрасно понимала, что я точно такая же. И вот этот момент правды для меня, например, крайне важен, чтобы мы могли с ней говорить обо всём. Какая разница, буду в 14 или 15 говорить с ней о сексе я или её подружке, или она будет смотреть порно. Зачем, если этим человеком, другом для неё могу стать я, а не мамой, которая потом ваху и бегает, и рассказывает, что сексом ещё рано заниматься. Ну, то есть, вот понимаете, очень важный момент вот этой честности, понимания, не закрывания глаз на что-либо важное для вас. Поэтому слушайте себя и не врите себе, изучайте себя, думайте о себе, не делайте вид, что ничего в мире не происходит, если вы на это не хотите обращать внимание. И именно, когда вы начинаете себя познавать, раскрывать свои истинные желания, понимать, чего вы хотите, каких вы хотите отношений, какой жизни вы хотите, вы начинаете и чувствовать свою жизнь. Вы понимаете, что жизнь, она, вот она, класс, я над ней работаю, и я о ней думаю, я что-то переживаю, я прохожу в этом мире какой-то свой путь, а не просто меня сюда забросили, не в ту семью, не в ту страну, не в тот мир, не в того президента, вообще во всё не то, и я тут страдаю, да, и думаю, как мне на зарплату, там, 5 тысяч гривен купить ребёнку пенал, а себе ботинки и за квартиру заплатить. Если мы посмотрим на наш мир со стороны, на наш мир со стороны, то он выглядит в глазах многих людей именно так, постоянное решение коммунальных проблем, ещё каких-то проблем, ну ребят, ну вы чё, честно, серьёзно, правда? Это всё наша стадность, это всё наше нежелание думать, а желание питаться той информацией, которая нам подаётся, и, ну, очень многие люди вообще о том, о чём я говорю, даже никогда не задумывались, для них это дико, странно, и вообще это какой-то бред, но я искренне надеюсь, что вы здесь не такие, иначе бы тут не находились так долго. Поэтому помните о том, что изучение себя, познание себя и приводит вас к кайфу, к удовольствию и переводит совершенно на другие уровни жизни, на уровни жизни, которые существуют. Если мы сегодня чего-то не видим в своей жизни, это не значит, что этого нет. Почему, например, путешествия считаются одной из самых таких окрыляющих, одним из самых окрыляющих действий, и всегда говорят, что как бы плохо вам не было, как бы сложно, вырывайтесь в путешествие, потому что, когда мы меняем свою парадигму, мы меняем свой поезд хотя бы на время, и мы смотрим, Боже, как много всего вокруг, какой бесконечный океан, или какие шикарные горы, или какие растения, или я вот даже в зоопарк иногда прихожу и смотрю на медведя, вот на медведя, знаете, а потом на какую-то ягуану, и думаю, ёпси, это же они живые, настоящие, в этом же мире, но неужели я после этого не могу поверить в то, что мир вообще какой-то сказочный, фантастический, и в нём есть всё, ведь это же тоже заживые существа. Вчера я, например, разговаривала с большим комаром, который сидел на двери, знаете, и не мог вылезти, и я к нему подошла, я говорю, ну что ты не можешь выйти, ну подожди, он начал летать, я говорю, да подожди, короче, я открыла дверь, там его как-то выпустила, а сама ржу, потом и тут думаю, да, Оля, вообще приехали, но я понимаю, что это ведь тоже какое-то, знаете, мы обычно как, взяли бутылку, прихлопнули этого комара и пошёл, но я понимаю, что такое фантастическое существо, практически летающий паук, у него такие, знаете, огромные все эти лапы, ну блин, круто же, поэтому смотрите на мир шире, вам будет гораздо интереснее, и вы увидите, что когда вы начнёте думать иначе, когда вы начнёте прислушиваться к себе, и мир вокруг вас начнёт расширяться, вы увидите, что ваш мир это сильно больше, чем начальник, работа, я не знаю, там троллейбус, машинист, и ваша грязная парадная, есть ещё много всего, и в этом кайф, и я даже иногда завидую людям, которые начинают этот путь, потому что, знаете, вот когда ты проходишь чуть-чуть дальше, 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 когда у тебя уже хорошая машина, хороший дом, ты в какой-то момент перестаёшь этому радоваться, ты уже считаешь, что этого мало, и я поэтому очень, например, обожаю ездить со своими дочками на соревнования, это для меня всегда огромный стресс, потому что это всегда какие-то очень странные отели, какие-то странные места, на ужасные залы, но, например, нету большего кайфа, чем когда я переночевала в отеле на твёрдом матрасе, а любой матрас по сравнению с моей кроватью твёрдый, вернуться в свою постель, и я ложусь, и я благодарю, думаю, господи, как вообще я молодец, какая у меня офигенная постель, кровать, и вот, знаете, кайф, когда ты что-то тоже сравниваешь, и понимаешь, как тебе хорошо, поэтому важно, важно, важно в себя нырять, важно опознавать, и не забывать о главном, я против того, чтобы делить мир на материальное и на духовное, развивайтесь в обеих вот этих сторонах, потому что люди, которые начинают говорить о том, что материальное это плохо, это неправда, материальное это прекрасно, всё, что если бы это было плохо, этого бы не было, и материальное это прекрасно, и вы должны к этому стремиться, но стремиться не через бизнес-проект, не через то, чтобы, блин, какую бы темку замутить, чтобы заработать, вот помните о том, что темка рано или поздно закончится, но когда вы выходите на своё, это не заканчивается никогда, когда ваше дело приносит вам жизненный ресурс, энергию, потенциал, желание этим заниматься во что бы то ни стало, тогда никакой кризис вас, или там карантин не останавливает, у вас не стоит вопрос, ну не, это надо тему закрывать, займусь-ка я сейчас, не знаю, с сахаром, да, там, или водой поставкой, нет, вот эта история несколько про другое, потому что, потому что, не хочу уже в эту тему сильно распространяться, и так, сейчас у меня будет уже скоро заканчиваться эфир, я вижу, вы можете задать парочку вопросов, я в свою очередь, конечно же, хочу сказать, что приглашаю вас на свой марафон Рерайтер жизни, в котором мы глубоко со всем этим действием работаем, и шаг за шагом, достаточно легко и просто, вы вдруг оказываетесь несколько в другом измерении, измерении самого себя, своих собственных желаний и пониманий, у нас стартует новый поток уже в октябре, и с понедельника, если я не ошибаюсь, у нас начинаются продажи октябрьского потока с максимальными скидками, минус 50%, вот, и вы можете туда попасть, и вообще начать это крутейшее приключение в своей жизни, прелесть марафона в том, что он может никогда не заканчиваться, потому что есть разные уровни, и когда вы понимаете, что это мое, это интересно, я специально заранее не анонсирую, куда там можно попадать, потому что важно изначально погрузиться, и понять, что, блин, это оно, мне это подходит, это очень круто, если это с вами произойдет, то вы непременно останетесь дальше, и для вас откроются безграничные возможности, я каждый день занимаюсь изучением, я помимо того, что сама делюсь, я, конечно же, сама обучаюсь и напитываюсь, и эта тема, она обалденная тем, что в ней нету границ, в ней нету окончаний, это такое, знаете, бесконечное ныряние, бесконечное погружение, удовольствие, и самое главное, видимо результат, результат этот начинает отражаться изначально в вашем внутреннем состоянии, вам становится легче, потом меняется ваше окружение, потом меняется ваша реальность, ваша жизнь, вы вдруг каким-то непонятным для себя образом в какой-то момент начинаете видеть, что ваша реальность совсем иная, что вы получаете и не только духовные блага, но и материальные блага, а я все-таки за то, чтобы мы могли позволять себе ездить на лучшие курорты, жить в лучших домах своей мечты и так далее, и так далее, если все это в мире есть, то почему же не для нас-то, точно для нас, вот в общем-то так, так, спасибо большое, я-то думала, что пошли какие-то вопросы, но вопросов нет, все, я вас обнимаю, поехала дальше продолжать этот замечательный день, ссылка на рерайтер жизни всегда есть у меня в профиле, я вам всем желаю тренировать свою интуицию, почаще расслабляться и сбрасывать стресс, и помните, что нет в мире ничего важного, кроме того, чему мы сами придаем важность, поэтому перед тем, как стрессануть в какой-то момент, задайте себе вопрос, а талия это ситуация, вот ради которой я сейчас должен стрессовать, неужели это правда так сильно важно для меня, чтобы сейчас все мое тело начало колбаситься, и я об этом думал, учитесь переключаться, и всякий раз, когда вы включаетесь в какой-то негатив, подумайте о чем-то стоящем, классном и хорошем, ну или включите мой какой-нибудь эфир, говорят, что это тоже помогает, все, друзья мои, я вас обнимаю, всем классного денечка, всем пока!